Всем привет! Знаете, что-то давно у меня не было видеорегистраторов на обзоре, но сегодня это исключение, потому что у меня в руках достаточно интересное устройство. Это у нас получается компактный комбо-видеорегистратор плюсом радар-детектор от компании DIGMA. То есть, как вы поняли, это устройство у нас получается два в одном. В общем, друзья, в этом выпуске я вам хочу рассказать про это устройство более подробно, расскажу, что оно из себя представляет. Поэтому, друзья, если среди вас есть автолюбители, то обязательно присаживайтесь поудобнее и погнали к обзору. Значит, сегодня у меня на обзоре действительно интересное устройство. Это DIGMA FreeDrive 760. И, как я уже сказал вам ранее, этот девайс одновременно совмещает в себе два устройства. И сразу забегая вперед, хочу вам сказать, что работает и справляется со всеми основными задачами это устройство вполне неплохо. Как видеорегистратор, так и радар-детектор. В целом, устройство выглядит больше как обычный видеорегистратор, но это и была задумка производителя, потому что обычно комбо, радары и видеорегистраторы, они достаточно большие. А тут мы получаем достаточно такое маленькое миниатюрное устройство. По внешним интерфейсам тут у нас имеется спереди сама линза, которая выполняет функцию видеорегистратора. С правой стороны у нас есть радар-детектор, то есть сенсор, который считывает все вот эти вот лазеры, все вот эти частоты. То есть это находится спереди. Также тут у нас имеется микрофон, динамик. В нижней части есть слот для установки карты памяти. В верхней части есть кнопка включения-выключения видеорегистратора. Дальше у нас есть разъем micro-USB для того, чтобы мы могли подключить этот видеорегистратор к компьютеру и, например, его обновить. Дальше у нас идут специальные коннекторы для того, чтобы мы могли подключить это устройство к зарядной станции, и это все у нас работает на магнитах. Далее у нас имеется кнопка сброса, и после этого кнопка блокировки видеорегистратора. С левой и с правой стороны устройства у нас имеются кнопки управления. Ну и последнее, что у нас остается, это 3-дюймовый IPS-экран с разрешением 360 на 640 пикселей. В комплекте с устройством у нас входит автомобильное зарядное устройство, дальше идет специальный картридер с microUSB на USB, дальше у нас идет вот такой прикольный чехольчик, который действительно может в жизни пригодиться не только под видеорегистратор, ну и следующее, что у нас остается, это стандартный кабель microUSB, USB для того, чтобы мы могли подключить этот регистратор к компьютеру, обновить его, ну в общем сделать всякие разные манипуляции. Ну и плюсом здесь у нас еще идет в комплекте два вот таких вот предохранителя, потому что вот такие вот вилки, они часто выходят из строя из-за всякого скачка напряжения, тут вы просто можете вот эту часть раскрутить и поменять этот предохранитель самостоятельно, я уже такое делал и не раз. Ну и само собой здесь у нас идет также в комплекте инструкция, ну и гарантийный талон. И напоминаю то, что гарантия на это устройство у нас идет один год. Что мы получаем в этом устройстве? Я предлагаю разделить это на две части, поскольку устройство у нас идет два в одном, и давайте начнем сначала с функции видеорегистратора. Угол обзора камеры составляет 160 градусов. Тут используется матрица от компании Sony. Понятно, что нам это ни о чем не говорит, но в целом для видеорегистратора снимают вполне неплохо. Запись ведется в разрешении Super HD. Для тех, кто вдруг не знает, это 2304 точки на 1296. В данном устройстве установлен GPS-модуль. За счет него у нас имеется возможность посмотреть на видео, с какой скоростью мы двигались. Плюсом этот же GPS задействован для обнаружения радаров. Но вот если мы говорим про функцию радара-детектора, то тут у нас есть все возможные на сегодняшний день функции по обнаружению радаров. То есть работает как классический радар-детектор, который реагирует на радары, стреляющие частотой, при том, что это все работает в 360 градусов. Также это работает и на стационарные радары по GPS-точкам, которые периодически нужно будет обновлять, используя базу данных, которые можно скачать с официального сайта или через мобильное приложение. Я настоятельно рекомендую обновлять базу данных, потому что у меня до этого стоял обычный радар тоже от производителя DIGMA. И там я в какой-то момент просто вообще перестал обновлять базу данных, а потом стал удивляться, почему так немного штрафов приходит со всяких перекрестков. Потом, когда обновил базу данных, я понял теперь по звуковым сигналам, где стоят камеры. Также когда-то у меня совсем давно был простенький радар-детектор, который реагировал на все двери при подвездах торговым центром. Там же было много простых ложных срабатываний. А тут этого не будет, так как в этом устройстве используется сигнатурная технология обнаружения радаров. Она обеспечивает более точное определение радарных комплексов. Данное устройство способно определять радарные комплексы, такие как Стрелка, Автодория, Автоураган, Арена, Искра, Сокол, Мультирадар и многие другие. Из полезных функций тут можно также отметить это установку допустимой скорости, если вы вдруг ее превысили. Так, ну а сейчас я предлагаю зайти в настройки и посмотреть, что у нас тут имеется. Значит, первый пункт это все, что касается радара-детектора. То есть здесь вы можете настроить громкость, сделать различные настройки. Опять же, все, что касаемо радара-детектора, можете сейчас посмотреть у себя на экране, какие здесь настройки есть. Дальше у нас есть настройки касаемо видеорегистратора. Это следующий, второй пункт. Здесь мы можем выбрать разрешение, цикличную запись сделать. Ну и далее стандартные вот такие вот настройки, которые есть практически в каждом видеорегистраторе. Плюсом вот данные GPS. Следующий пункт это обычные настройки. Здесь у нас есть сброс настроек, форматирование, часовой пояс. Дальше штамп скорости. Так, сейчас я обратно выйду. Так, штамп скорости. Потом у нас есть гостомер, дата и время, логотип можно сделать. Так, сигнал кнопок, заставка, подключение дисплея, частота дисплея, дата и время. И плюсом у нас тут еще есть Wi-Fi. И да, в этом устройстве есть Wi-Fi. Но зачем? Это нужно для того, чтобы вы могли со своего смартфона подключиться напрямую к данному видеорегистратору. Для этого в настройках телефона находим Wi-Fi-сеть этого устройства. Вводим пароль, который указан на экране видеорегистратора. Далее скачиваем приложение, которое называется Devot Time. Ну а после установки мы можем зайти в приложение, чтобы сделать некоторые настройки. Например, обновить устройство или базу данных радара. Также прямо в этом приложении мы можем зайти в просмотр и управление данным регистратором. Также, что особенно мне понравилось, это то, что устройство мы можем быстро снять в любое время. Так как держится это все на специальных магнитах. То есть держатель мы клеим на двухсторонний скотч к лобовому стеклу и подключаем в него штекер из прикуривателя. Ну а сам регистратор подключаем при необходимости. Камера светлофора. Ограничение скорости 60 км в час. Я этим устройством пользуюсь уже больше двух недель и за все это время никаких проблем у меня при эксплуатации вообще не возникало. И более того, я вам скажу то, что это устройство мне очень даже понравилось. Вообще просто по всем функциям. То есть это самый-самый, так скажем, нужный девайс для автомобилиста. В общем, друзья, если вы тоже заинтересованы в покупке данного устройства, то, как всегда, ссылочка на него будет внизу в описании под роликом. Ну а у меня на сегодня это все. С вами был, как всегда, Колян. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, кто до сих пор еще не подписан. Всем вам желаю удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok